И Андрей Пиантковский, российский оппозиционер и публицист, присоединяется к нашему эфиру. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день, Ирина. Ну вот США вслед за Британией, ЕС ввели санкции против Кабаева. И в пресс-релизе говорится, что Кабаева имеет близкие отношения с Путиным и является главой прокремлевского медиахолдинга. Но вот Британия ввела эти санкции еще в начале мая. Почему Штаты так долго ждали? Ну, Штаты опаздывают во многих вопросах в отношении санкций так и близких. Ну, например, сегодня сейчас идет гораздо более серьезная, на мой взгляд, дискуссия не о Кабаевой, но как раз вокруг Путина. Вы знаете, что Сенат единогласно, там голосовали все демократы и республиканцы, приняли резолюцию, требующую объявить Россию государством спонсирующим терроризм. Вот даже такой испытанный, верный друг Украины, как государственный секретарь Блинкин, это у него потребовали. По американскому законодательству госдеп определяет, является страна спонсором СССР. Он колеблется. Вот таких американцев все-таки стараются как-то, ну, по крайней мере, что касается лично Путина, не прорывать последние возможные линии связи и разговора. Вот такие соображения у них имеются. Но что касается Кабаевой, тут же вопрос не в том, любовница она не любовница, она так же, как там, скажем, Симоньян или Киселев, является руководителем одного из крупных медиахолдингов, важнейший такой пропагандистский инструмент в руках Кремля. То есть такой же военной преступницей является, как и тот человек в близких отношениях, которым ее, как бы, подозревают. Скажите, вот если все-таки Россию признают, да, страной спонсором терроризма, какие это будет иметь последствия для нее? Вы знаете, ну, по закону там необходимо принимать санкции, но почти все санкции, которые там предусмотрены этим законом, они уже приняты. Ну, две таких еще дополнительных неприятности для Москвы. Президент США получает право облагать санкциями другие, иные государства, поддерживающие связи с государством спонсором терроризма. Ну, например, это основание для того, чтобы объявлять какие-то санкции против Китая. В случае, если он начнет технологическую помощь или экономическую, в Москве военные думать невозможно, это Китай не будет делать никогда. И второе тоже, возможно, болезненно разрешается. Американские суды получают право принимать иски по отношению финансовые иски, приявляемые гражданами других государств. Ну, прежде всего, Россия снимается такой суверенитет российских обладателей финансовых больших средств. Ну, и самое главное, мне кажется, вот этот клеймо государства терроризма, оно положит конец той дискуссии, которая все еще ведется внутри администрации по очень практическому важному вопросу. В масштабе и структуре той же военной помощи. Это же не секрет. Мы помним прекрасно 21 июня выступление министра обороны Остина на четвертом Раштейме, где он говорил о необходимости, и тут наступает решающий час войны, необходимо срочно, urgent, самую необходимую, вайтовую жизнь, необходимую помощь в Украине. А на следующий день выступал на конференции в Асприне по безопасности другой крупный чиновник, такой путинско-ферштейновского типа Джейкс Элливан, и рассказывал, что самое главное для нас избежать эскалации, избежать прямого столкновения. Поэтому мы решили не поставлять ракеты Хаймерсом дальности 300 километров. Эта борьба, она, перетягивание этого каната все время ведется, но вот объявление России спонсором терроризма лишило бы последних аргументов вот этого последнего американского чиновника, симпатизирующего Путина. Ну есть еще чиновники, симпатизирующие Путину. Вот бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер во время визита в Москву в конце июля встретился с Путиным. Об этом он сам рассказал журналистам. В Кремле также подтвердили эту встречу и заявили, что Шрёдера в первую очередь интересовало, можно ли задействовать Северный поток-2 для поставок газа в Европу. Вот о чем вообще может говорить эта встреча? Ну, Шрёдер это уже не чиновник, это мем просто. И он же исключен был из собственной социал-демократической партии, он презирается в Германии. Вообще известно, что он подписал соглашение о Северном потоке-1, вот его физиономия, на ней все написано. Глазки бегают. Да, будучи канцлером Германии, об этом потом проболтался, уже зная, что после отставки он получит очень такой, чтобы раз такой оплачиваемый пост в Газпроме, там, председатель Света Викторовна. Это символ европейской коррупции, символ. Да, я давно его не видел. Это как портрет Дориана Грея, понимаете? Все его грехи к сотрудничеству с фашистским режимом, они отражаются на его лице. Ну вот Шольц, да, уже сказал, что речи о запуске Северного потока-2 вообще быть не может. Нет, это действительно так. Шольца тоже масса можно предъявить претензии. Сколько раз нам он обманывал и собственное правительство, и Бундестаг относительно помощи. Ну что-то идет от Германии, какая-то помощь получается, и слава богу. Все решает Соединенные Штаты. Судьбу битвы за Херсон решит количество хаймерсов, находящихся на поле битвы. Вот вчера в СМИ появилась информация, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию, а его дом будто бы проверяли специалисты в костюмах химической защиты. Вот сразу же много разных версий появилось по этому поводу. Например, юрист Марк Фейгин полагает, что Чубайса могли и отравить. Ну, слишком много знает о Путине и его окружении. Ну, такая репутация Путина, понимаете. Могло быть что угодно. Я дослушал другую версию, что очень неудачно ему сделали операцию донтисты в Германии и заразили СПИДом, и его лечили. Вот это аутоиммунное заболевание, которое сейчас получается, это возможные последствия. Но все равно все будут думать, что отравил Путин. Но после такой серии отравления и убийства, это естественно. Это когда репутация идет впереди тебя, да. Да, так что напрасно Бринкен медлится явлением этого режима государственным спонсором терроризма. Ну, а пока он медлит, Путин утвердил новую морскую доктрину России. Вот основные ее тезисы. США и НАТО наши главные враги, и Россия должна восстановить за собой мировое господство. Вот что это означает? Это пытаются вернуть контроль над торговыми путями в условиях санкций? Ну, понимаете, в тот же день другой крупный руководитель бывшей России, и сейчас он занимает большую пользу, господин Медведев, опубликовал пост, требующий начать войну против Казахстана, Грузии, и как продолжение войны против Украины, и вернуть все утраченные Россией территории. Ну и сам Путин говорил все время. А вы знаете, я добавлю про Медведева, что сказали, что его взломали. Вот буквально через три часа, да? Потому что, ну, уже это пришло все пределы. Конечно, не взломали, но, видимо, очень сильный протест последовал от Казахстана, они вынуждены были... Ну, это же, передаю, ментальность, ментальность вот этих людей, которые правят Россией. Помните, Путин сказал, мальчика спросил в географическом, а где кончаются границы России? Мальчик замялся, а Путин, границы России нигде не кончаются. Ну вот это безумие, которое вылечить может только вооруженные силы Украины. Чем они сейчас и занимаются? Ну вот в Кремле подготовили новую методичку о том, как пропаганда должна рассказывать о войне. Вот спецоперацию нужно сравнивать с крещением Руси, а Путина с Александром Невским. Неужели вот даже, ну, я не знаю, такую карикатурную версию всего происходящего, ну, вот получится скормить зрителям? Нет, ну, с Александром Невским это какое-то разумное сравнение. Александр Невский пошел в усложжение Орде, отдал все, что оставалось там, Северное княжество Руси. Это его была сознательная политика. Он стал там, проднился с сыном Баты и так далее. Видимо, вот это такая же стратегия сейчас обсуждается серьезно в Москве. Судя по вчерашней истерике с визитом по ОЗИ, я думаю, Москва говорила только об этом. Одни говорили о том, что вот сейчас американцы дрогнут и испугаются, и получат пощечину. Говорят, нет, они полезут, и Китай начнет войну, и выкинет их с Тайвани и так далее. Все надежды на старшего великого брата Китая. Вот в Советском Союзе был такой албанский диктатор Энвер Ходжа в Сталинске и времена. И он любил повторять. Нас, албанцев, вместе с Советским Союзом 201 миллион. Вот до этого уровня докатилась и современная российская верхушка, повторяющая нас с Великим Китаем. Нас с Великим Китаем полтора миллиарда. Так что вот эти традиции услужничества Орде, они, я думаю, это не случайно, вот сейчас поднимают на щиты Александра Невского. Да, ну а вот еще два месяца назад, помните, все федеральные каналы сравнивали Путина с Петром Первым, а сейчас Александр Невский. Да, Александр Невский больше подходит. У Петра были заблуждения, помните, он все-таки стремился порубить окно в Европу. Которые сейчас заколотили, да. Которые заколотили, нет, так что сейчас поправили ориентиры. Ориентиры Александра Невского нас служат. Фонд общественного мнения опубликовал результаты нового исследования. И вот одна цифра особенно поразила. 69 жителей России ни разу в жизни не выезжали за границу. Ну вот как получается, люди нигде не были, да? Но уверены, что кругом нацисты и враги России. А почему 61? Я думаю, больше. Я не знаю, известная цифра, что зарубежный паспорт имеет 5%. Ну, возможно, в какие-то страны, наверное, в Турцию можно будет ездить, отдыхать без паспорта. Да. Зарубежный паспорт имеет только 5% населения. Ну, вся идеологическая работа телевидения, всех других средств массовой информации, она нацелена на то, что мы остров высочайшей духовности, соборности, еще чего-то, окруженный со всех сторон врагами, неонацистами, предателями. Наиболее полное это все в Медведевской статье высказано. Поэтому зачем, куда нам ездить? А еще там была, знаете, такая одна цифра. Треть граждан никогда не были за пределами своего региона. Тоже какая-то страшная цифра. Вот это меня даже больше еще потрясает. Это что же у нас такие страна, как Т-3, вы сказали, да? Треть, да. Человек из своей деревни никуда не выезжал. Но вы знаете, ведь, опять же, я как человек такой древний, из старых времен, которых вы предположить не могли. Вот примерно до 80-го года, ну, все мы советские люди там поступали на работу, ну, что бы, заполняли громадные анкеты. И одним из самых главных вопросов, были ли вы когда-нибудь за границей? Если были, то пишите, пожалуйста, при каких обстоятельствах, по какому поводу. То есть, это как уже подозрительный шаг был. Подозрительное качество, которое нужно было оправдывать в своей анкете. Но мы бы полностью возвращаемся к этим временам. Вот сейчас много говорят о так называемом секретном плане Кремля. Вот когда случится поражение, то Путин вроде бы как собирается в Сирию сбежать. Вот это реально? В Сирию нет. Я вам объясню, почему. Вот тут уже, это в Сирии очень интересный поворот. Путин хочет все-таки избежать поражения. Он что добивается? Добиться прекращения огня. И как бы заморозить ситуацию. И продать населению это как победу. Ну, вот мы сохранили Ордро, Крым. И еще там от Херсона что-то прилезло. Ну, с этим к вам приезжали 16 июня три европейских лидера. Хотели заставить Украину подписать капитулянскую. Это ничего не вышло. Теперь Путин нашел нового миротворца. Это Эрдоган. Эрдоган, сейчас вы заметили, он повторяет те же фразы, что Макрон месяц назад. Что не надо унижать Путина, надо дать ему возможность спасти лицо и так далее. Запад не прав, он неправильно обращался с Путиным. Пятого, то есть послезавтра, он приезжает в Сочи, где Путин будет клятвенно упрашивать его вот что-то придумать, выступить гарантом. И как-то убедить украинцев подписать соглашение. Эрдоган ведь человек очень непростой. Просто так он ничего не сделан. Ну, прежде всего я хочу сказать, что ничего из этого не выйдет. Украина ни на какие соглашения пойдет. Но Эрдоган максимум полезного для себя из Путина вытащит. И я думаю, что его условие будет следующее. Отдать ему осада. То есть уступить ему в Сирии. Путин, Эрдоган давно хочет расширить провинцию Эдлеп, Туркоманов. И взять, в конце концов, Алеппо, уничтоженный российской авиацией. Алеппо в Османской империи был город номер два после Стамбула. И вот уже информация утра дня сегодняшнего резко обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Азербайджанцы там заняли ряд населенных пунктов. Там был удар с беспилотниками, насколько я помню, сегодня. Да, там уже гибнут люди. Там десятки раненых, несколько человек погибло. Вот последнее буквально сообщение с новостей. Ну и там существует еще остаток Нагорного Карабаха. Как бы под защитой российских миротворцев, большую часть которых уже перевели на Украину. Они объявили мобилизацию. А Азербайджан в ответ на это объявил террористическую операцию возмездия. Без ведома Турции это просто не могло состояться. Мы же знаем, что сейчас азербайджанской армии нет. Они официально объединены. Азербайджанская и турецкая армия торжественно объединены в одну армию. Я думаю, что это второе условие, которое Эрдоган предъявит Путину в Сочи. То есть потребует Путину и предать и Армению не в первый раз, и предать своего старого союзника Ассада. Так что, может быть, к Эрдогану он поедет в качестве искать политическое убежище. А в Сирии хозяином будет уже Эрдоган. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваши комментарии. Напомню, Андрей Пянтковский, российский оппозиционер и публицист, был в эфире проекта Freedom. Спасибо еще раз. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok